Привет всем! Сегодняшнее видео макияжное. Сегодня у нас будет апдейт моего проекта приканчивания начатой косметики. Я вам расскажу, что у меня заканчивается, что не заканчивается, что бывает, что прибывает. В прошлом году пришлось многое выкинуть. В этом году буду стараться закончить то, что у меня есть, и не тратить впустую, не выбрасывать продукты, которые испортились, и чтобы не приходилось отдавать все, что есть другим, потому что слишком у себя злоба накапливается много. У меня здесь целая косметичка. Я нагрузила косметичку продуктами всяческими, которые я использую, и вам покажу, что, сколько, как у меня используется за последний месяц. То есть это январь и первая неделя или две недели февраля. Я вам покажу, что у меня здесь стоит. Во-первых, конечно же, у меня здесь есть праймер. Он на одну треть примерно использован. Это Video Lumi Layer Primer. От него я не устаю. Мне очень нравится этот люмисцентный праймер без такого жирного сияния. Наоборот, это такое немного жемчужное, с немного прохладным подтоном сияния, которое очень красиво выглядит именно на весну. Вот этот вот переход погодный как раз подходит. Мне нравится этот праймер, я с удовольствием его использую. Буду продолжать дальше его с удовольствием использовать. Но конца ему пока еще не видно. Когда я его начинала в прошлом месяце, он был полный. Поэтому, естественно, настолько быстро он не закончится. Основа, которая у меня здесь лежит, сложно сказать, сколько здесь всего осталось. Это 37-миллилитровый флакон, точнее, тюбик. И это Estée Lauder Double Wear Light Soft Matte Hydro Makeup. Мой цвет 1N2 Ecole. Это всегда мой цвет. Уже много лет у Estée Lauder. Совершенно идеально мне подходящий. Я не могу сказать, что это идеальная основа для меня, но она мне нравится достаточно. Это основа хорошо сглаживает текстуру. Она матово-сатиновая. Не совсем вот тотально матовая, а матово-сатиновая. Она мне нравится, она мне подходит. Я ее продолжаю использовать. Насколько я вижу, здесь совсем немного осталось. Но буду продолжать использовать, пока не иссякнет. Я... Руки у меня дошли. Я купила еще две основы от Hourglass. И поэтому нужно сконцентрироваться на том, что уже открыто, чтобы они... Пока я их еще не открывала, но чтобы они лежали не просто так, а чтобы их тоже можно было использовать. У меня здесь лежит пудра от Guerlain. Это метеориты от Guerlain. Шоум Солизей. Crazy Pearls. Открыла уже два-два с половиной года назад эту пудру. Надо ее закончить наконец-то уже. С шариками этими метеоритами сложно сказать, сколько их убыло за последние несколько недель. Но вот что можно сделать? Можно их взвешивать. Но я с этим заморачиваться не собираюсь. Это для меня слишком уж много работы. Поэтому просто буду использовать, пока используется. Вроде бы, как посмотришь на рядом поставленное видео, действительно вроде как бы меньше. Буду продолжать использовать эту пудру. Я ее использую как финишную пудру. Очень красивый люмисцентный результат появляется. Как раз таки хорошо наносить на пудровые другие продукты как бы шлифующими движениями мягкой кистью для того, чтобы закрепить продукт на лице, чтобы он уже никуда действительно не двигался. Даже под маской неплохо носится, если финишные пудры припудрить. У меня здесь есть консилер от Бекка. Это не консилер, скорее, а корректор, называющийся Under Eye Brightening Corrector. Миниатюра здесь только 2,3 грамма. К сожалению, эта штуковина начала вызывать раздражение на моей коже под глазами, когда я ее наносила туда в последнее время. Раньше такого не было. Я думаю, что она просто испортилась, к сожалению. Я так долго ждала ее использовать до конца, что это прекрасный пример того, как продукты могут пользоваться, если до них руки не доходят вовремя. Особенно кремовые продукты. С пудровыми тут немножечко дела обстают. Иначе, хотя и те могут испортиться, но все-таки они живут гораздо дольше. А вот с кремовыми продуктами такой фокус не пройдет. Они испортятся практически совершенно точно, если их не использовать вовремя. Так вот, именно иллюстрируется эта проблема в настоящий момент. Этот корректор испортился, потому что раньше таких проблем от него у меня не случалось. Лежит он довольно долго. Он долго лежал в неоткрытом варианте, но с кремовыми продуктами часто случается, что если даже их не используешь, а держишь закрытыми, то все равно они могут со временем начать портиться. Кто знает, сколько, когда эта миниатюра была произведена и сколько она еще на фабрике или в каких-то закромах у них там лежала. Я отставляю в сторону, больше пользоваться не буду, потому что, ну, портить кожу неохота. К сожалению, так получилось. У меня здесь лежат два консилера. Это точнее один и тот же консилер, но в двух разных цветах. Это Bare Minerals Bare Pro консилер в стике. И цвета, во-первых, Fair Cool 01. Этот цвет очень-очень светлый. У меня осталось его довольно много. Им я пользуюсь меньше, чем вторым цветом, который у меня здесь есть. Но вот этот вот осветляющий цвет, если хочется осветлить немного кожу, например, на веках или на скулах или прямо под глазами иногда бывает хочется, то можно сделать с небольшим количеством продукта именно это. Он хорошо тушуется, неплохо носится, не особенно скатывается, но может оседать в маленькие складочки под глазами, если, конечно, вы не припудритесь. Я припудриваю под глазами очень легкой пудрой всегда, поэтому у меня этой проблемой не возникает или возникает очень-очень редко. Вот этот светлый консилер, я думаю, будет жить подольше, нежели тот, который мне подходит идеально, как бы в мой тон кожи втирается без границ. И это Fair Light Neutral цвет 03. Здесь дела обстоят по-другому немножечко. Использую я его чаще, и у меня действительно осталось уже не так уж и много. Думаю, через месяц-два я его прикончу до конца. Чем мне нравится этот консилер? Он очень-очень мягкий по текстуре, и поэтому им просто можно зарисовывать маленькие недостатки какие-то на коже и легко, прикладывая пальчик к этому месту, растушевать просто в ноль, особенно если получается, что у вас есть консилер, который вам идеально подходит по цвету. Тогда и консистенция-то не очень, наверное, важна, если он как бы втушевывается в кожу совершенно незаметно. Этот втушевывается в мою кожу, в мой тон кожи совершенно незаметно, поэтому отличная штуковина, буду продолжать пользоваться. Именно потому, что цвет очень хорошо подобран, правильно под мой тон кожи использовать его легко. Мне не приходится с ним вообще возиться, ну совсем. Чего и хочу ожидать от консилера. Хочется, чтобы все было легко, просто и беспроблемно. Эти консилеры мне это именно и предоставляют, хотя если вы ищете консилер, который будет очень долго носиться, то есть будет там 10, 12, 24, я не знаю, сколько там часов, некоторые обещают, то вот это не сюда, этот снашивается. Хотя очень благородно снашивается, но снашивается с кожи в течение рабочего дня, поэтому не навсегда он будет у вас приклеен к лицу. Хайлайтер от Becca, называющийся Shimmering Skin Perfector Pressed в цвете Rose Cords. У меня практически его не осталось. Он заканчивается, думаю, к следующему разу. Уже совершенно иссякнет. Но я знаю, что его использовать мне недолго осталось. Я иногда его смешиваю со светлой пудрой и наношу на места как бы выпуклые. И таким образом этот хайлайтер работает. А еще я люблю его использовать влажной плоской кистью, как тени. И вот когда и хайлайтер, и тени одного и того же тона, очень красиво, как бы все вместе собирается, макияж выглядит как будто бы так и надо. В общем, этот хайлайтер от Becca долго не проживет. Новенькая штуковина, которую я сюда хочу поставить, это румяна в этом случае от Physicians Formula. Это одна из моих любимых формул румян вообще, которые имеются в этом мире. Называется Butter Blush в цвете Plum Rose. Это прекрасный цвет, он подходит для того, чтобы немножечко как бы и контурировать, и придавать цвет скулам и щекам. На мне он сегодня, если вас интересует. Очень красивый, подходящий мне по тону цвет, поэтому именно я его сюда и положила, потому что есть шанс его использовать до конца. В основном румяна тяжело использовать, потому что их требуется очень малое количество. Этот конкретный цвет не очень сильно пигментирован, поэтому я в основном использую больше этих румян, нежели каких-то других, более ярких, с более тяжелой и плотной пигментацией. Это очень мягкая пудра, мягкие румяна, поэтому, во-первых, они наносятся на кожу очень хорошо, ну а во-вторых, прессованы не настолько плотно, и как бы прогресс налицо с подобного рода продуктами. Для бровей у меня здесь есть два продукта для бровей. Во-первых, у меня здесь есть пудра от MAC. Это тени для бровей в цвете Omega. Я этими тенями пользуюсь именно для бровей. В основном я туда капаю одну или две капли спрея для закрепления макияжа, и лезу туда тоненькой кисточкой, и подвожу брови вот этой вот пастой, которая получается при смешивании этих двух вещей. Практически ничего не осталось совершенно. Буду продолжать использовать. Я думаю, к следующему апдейту уже ничего совсем не останется. Вновь использую, но посмотрим. Если я сконцентрируюсь на карандашах, которые у меня там есть, то вполне возможно, что эта штуковина еще выживет немного. Может быть, пару месяцев, а может быть и нет. Посмотрим. И второй продукт для бровей – это карандаш для бровей. В этом случае он у меня от ELF. Я уже говорила на своем канале, что карандаши для бровей я люблю пользоваться разными. Многие люди прямо прикрепляются к какому-то одному бренду или к какому-то одному продукту, и его покупают заново и заново. И я это хорошо понимаю. У меня в этом смысле раз 5 или 7 уже я покупала Dior Show Brow Styler. Но я также люблю попробовать разные другие текстуры карандашей. В основном потому, что у меня очень ходовой цвет волос и бровей. Поэтому многие бренды производят правильный для меня цвет, и я люблю пробовать разные текстуры. Это хороший карандаш. Он не микрокарандашик. Те вообще моя любимая история. Ну а этот такой немного восковой карандаш хорошо ложится на брови, даже на те участки, где волоски плохо растут. И здесь очень хорошая кисточка для бровей. Не кисточка, а щетка для бровей на втором конце. Не всегда в карандаша для бровей хорошие щетки. В этом карандаше действительно хорошая щетка добавлена. Это приятно. И мне также нравится, в принципе, как все это дело выглядит. В смысле эстетическом. Приятно, что Эльф очень недорогая компания, бюджетная. И также неплохо выглядит сам продукт. Меня вполне устраивает. Буду ли я его брать опять? Если буду делать заказ от Эльф опять, то, возможно, и закажу. Скорее всего. Потому что он меня устроил. Не самый лучший карандаш в мире для бровей, но вполне serviceable. То есть подходит. Более или менее подходит. Последнее, что у меня здесь лежит для бровей, это CoverGirl Easy Breezy Brow. Это гель для бровей от CoverGirl. Я его попробовала. Очень много хайпа на YouTube было о нем. Мне совершенно он не понравился. Я его доиспользовала. Хотя не знаю, что он там делал. Брови на месте не держал. Причесанные в одну сторону они все равно ложились, как хотели. В общем, ненужная вещь. Но она у меня лежала в косметичке. Я ее использовала до конца. Убывает это из моей косметички. Все. Закончила. И слава богу, больше покупать не буду, конечно же. Для глаз у меня здесь остаются два карандаша. Один из них, вот этот вот от NYX, он светло-зеленый, пастельно-зеленый, в цвете Weihel. Я люблю его использовать для акцента. Часто я не ношу очень яркие тени, но иногда люблю носить какой-нибудь яркий карандаш по нижней линии роста ресниц или водной линии. А иногда и просто в уголке такой буквой V вырисовано. Очень легкий в употреблении карандаш. Он очень мягкий, поэтому расходуется довольно быстро, особенно если так накладывать довольно тяжелым слоем. Красивый, легкий в использовании, очень хорошо носится. Вообще претензий никаких. Единственная претензия, по-моему, эти цвета были лимитированы. Если нет, дайте мне знать внизу. Это линейка Vivid Brights Eyeliner. Она еще у NYX выпускается или нет? Если да, то я не то, что даже и посоветовала бы вам купить, но и сама бы купила еще замену этим карандашам. У меня есть этот вот зеленый светлый, а также есть светло-голубой. То есть тот и другой, я думаю, я использую в этом году до конца. Довольно. И он у меня ходовой идет. Часто использую. И буду продолжать пользоваться также. Дальше такой толстенький карандашик. Тоже для высветления, подводки и так далее. Цвет Vanilla Ice называется Luxe Cream Eyeshadow Plus Liner от Marseille. Да, использовано. Несколько раз я его поточила. И можно пользоваться как быстрым подсветляющим карандашом по водной линии, во внутреннем уголке глаза, на веко. Может и как хайлайтер его, наверное, можно растушевать, я не пробовала. Также я люблю его наносить по линии, как раз рядом с помадой на верхней губе, чтобы туда свет привлечь. Именно вот такой вот ванильный светлый цвет со светоотражающими частичками на это хорошо подходит. В общем, очень полезная штуковина. Буду продолжать пользоваться. Использоваться он пигментирован, поэтому используется медленно. Но я не тороплюсь с этим карандашом. Он мне нравится достаточно. Будет продолжать использоваться с удовольствием мною. Что я добавляю? Я добавляю четверку от MAC. Здесь разные цвета, четыре разных цвета, которые я сюда добавила. Буду пользоваться, потому что они очень базовые. Здесь светло-коричневый, белый, такой светло-персиковый, близкий к моему тону кожи, к моему тону кожи. И также еще темно-такой коричневато-черный почти. Цвет не совсем черный, но и не коричневый. Такой угольный немножко. Эти тени для меня очень каждодневные. Сегодня они на мне с некоторыми другими тенями. Вариации на веки. Я думаю, что долго они не протянут. Может быть, один или два апдейта. А потом я просто сюда прессану какие-нибудь другие. Потому что мне эта четверка очень нравится. Упаковка нравится. Она очень удобная, практичная. И я просто спрессую сюда что-нибудь другое в маленьком формате, чтобы продолжать пользоваться четверкой. А может нет. А может быть, заброшу что-нибудь другое. Посмотрим. Не думаю, что долго протянут. Потому что я ими пользуюсь действительно очень часто. И цвета базовые. Если мы говорим о тушах, тут у меня как раз-таки и новые пришельцы, и старые использованные лежат. Во-первых, вот этот вот праймер от Catrice. Glam and Doll Volumizing Mascara Primer. Он у меня использован до конца. Мне он понравился. Но не настолько, насколько мне нравится мой праймер от Essence. Не настолько, насколько мне нравится мой праймер от Dior на ресницы. Он вполне себя ввел на ресницах прилично. Но не оказался каким-то таким особенным или очень эффективным. В общем, он вылетает. Он закончился. И слава богу. Потому что буду пробовать другие. У меня несколько лежат неоткрытые. Которые я хотела бы попробовать и сравнить со своими любимцами. Посмотреть. Может быть, я еще что-нибудь интересного найду в смысле праймеров для ресниц. Еще одна тушь, которая у меня закончилась совершенно. Это Rimmel Wonderfully Real Mascara with Keratin. Это очень густая тушь, которая наносится очень таким тяжелым слоем на ресницы. Если вам нравятся такие тяжелые, бодуарные, густые ресницы, вполне возможно, что вам вам нравится эта тушь. Для такого вот специфического лука она подходит отлично. Даже носится неплохо, но только надо ее подержать открытой немножко. А то она слишком влажная, когда вы ее только-только открываете. Мне она понравилась. И я бы посоветовала, если кому-то действительно нравится такого рода образ с тяжелыми ресницами, густо накрашенными, можно достичь этого вот этой вот тушью. Я, возможно, куплю ее в будущем. Мне она достаточно для того понравилась. В основном я выбираю более легкие, удлиненные, пушистые ресницы. Они тяжелые. Но иногда хочется и такого рода образа. Почему бы не иметь тушь у себя, которая может этого вам помочь достичь. Оставляю пока у себя здесь Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara от Estee Lauder в цвете Extreme Black 01. Эту тушь я знаю. Я ей уже пользовалась в прошлом. Она мне нравится. Это очень хорошая базовая такая тушка, к которой можно вернуться. Мне нравится коническая щетка, которой легко прочесать с ресницы. Хотя она слишком, наверное, великовата для меня в принципе. Но она настолько хорошей формы, что она прекрасно работает. Поэтому к ней претензий нет. Буду пока продолжать пользоваться. Думаю, еще, может быть, на месяц она протянет. А там посмотрим. И добавляю еще одну тушь, с которой я хорошо знакома. Это Roller Lash от Benefit. В цвете, наверное, черной. Здесь не написано на этой миниатюре. Но это обыкновенная черная тушь от Benefit Roller Lash. Я использовала и использую с большим удовольствием. Очень хорошая щетка, которая мне нравится. Она прочесывает реснички, добавляя небольшое количество туши. И тюбик хорошо выжимает тушь из этой щетки. Поэтому не слишком толстым слоем наносится. В общем, все, как я люблю. Отличная тушь. Я не помню, сколько я их использовала. Вот этих конкретных в своей жизни. Наверное, штук 5-10. Не знаю. Не знаю, сколько. Много. И еще одну вытянула, потому что с ней я хорошо знакома. Наверное, в следующем месяце добавлю еще одну тушь, когда вылетит Sumpfuse Extreme, которая мне тоже нравится, но она уже подсыхает немножко. Поэтому я подозреваю, что дольше, чем на месяц ее не хватит. И два продукта для губ. У меня здесь только два. Один из них это By Beauty Matte Cream Lip Crayon в цвете Leche. Его я использую как свою нюдовую помаду в настоящий момент. То есть у меня очень ходовая эта помада. Я ее в прошлом покупала. Это, по-моему, третий тюбик этой помады, который у меня вообще когда-нибудь был. И еще одна или две миниатюры к тому же у меня были. Этого же самого цвета, между прочим. Мне очень нравится формула. Опять-таки, пользуюсь часто, поэтому почти не осталось ничего. К следующему апдейту, скорее всего, она закончится. Я подозреваю, что очень быстро закончится. Или какую-нибудь другую, наверное, помаду. А может быть, бальзам для губ или еще что-нибудь мы, в общем, сюда добавим на место этой помады. Опять-таки, совсем кот наплакал, поэтому надо приканчивать. И это не составит труда. Последнее, что у меня здесь есть, это лайнер подводка для губ. Подводки для губ я раньше не использовала практически никогда, но в последнее время с возрастом я заметила, что линия губ у меня стала немножечко усыхать, так скажем. И ранее более полные губы теперь выглядят менее полными. И если провести немного именно как бы легко обозначить вот эту вот границу губ, они выглядят лучше. Я думаю, все женщины моего возраста примерно к этому же решению приходят. И я пользуюсь большим количеством разных лайнеров для губ. В этот раз я вытащила Soft Contouring. Именно эта линейка от Essence Soft Contouring. Мне нравится. Нравится очень. Кстати, одним слоем нанесенный вот этот лайнер у меня сейчас на губах. Это то, что придает им цвет. Один он и ничего больше. Приятный цвет. Мне кажется, мне подходит. Осталось совсем мало. Почти ничего. Следующему апдейту, скорее всего, тоже он используется до конца, потому что, когда его невозможно будет уже точить, его придется выбросить. Этот цвет, если кому-то интересно, называется Under My Skin. Опять-таки, это именно Contouring линейка. У них есть несколько линейок, подводок для губ. И Contouring – это моя любимица. Также есть автоматические водонепроницаемые. Они тоже хорошие. Очень кремовые. Очень приятная текстура. А есть у них еще другие карандаши, которые очень сухие. То есть, для меня суховатые. Я их купила несколько штук, думая, что это они. Вот эти вот. Но это не они. Поэтому смотрите, из какой линейки покупаете. Я попробую с теми поработать. Посмотреть, как с ними дела пойдут. Но вполне возможно, что я их кому-нибудь передам, потому что они действительно суховатые. В смысле, текстуры. А вот эти вот очень приятные, довольно мягкие. И хорошо носятся, хорошо держатся на губах. Хорошо носятся, хорошо наносятся, хорошо растушевываются. С ними никаких проблем. Это не мои любимые. Но с учетом цены, это очень-очень хорошая покупка. Но я говорю именно об этой конкретной линейке, а не обязательно о других линейках от Essence. В смысле подводки для губ. В общем, скоро, я думаю, скажем пока этому самому маленькому карандашику. Итак, используете ли вы макияж свой, как я? Держите ли такого рода косметичку или какую-нибудь коробку, наполненную повседневными вещами, которые вы используете до конца? Или же у вас как-то все это иначе выглядит? Напишите мне внизу. Мне любопытно, и нам всем любопытно, как вы заканчиваете свою косметику, сколько вы заканчиваете за месяц. За этот месяц у меня закончилось несколько продуктов, а точнее три закончилось. К сожалению, один из них испортился, поэтому эти три, это все, конечно, прекрасно, но один из них таки испортился. Это значит, что у меня плохо получается держать свой макияж под контролем. Я сюда добавила три новых продукта. Румяна, тени и тушь. Я заместила одну из тех, которые использованы были до конца. И в следующий раз я подозреваю, что у меня закончится несколько продуктов на подходе. Скорее всего, один из них закончится, может быть, больше, чем один. Вот эти вот три штуки, возможно, даже вот эти вот четыре штуки вместе с карандашом для бровей уже на подходе. Думаю, что карандаш для бровей не закончится, а вот эти вот тени, которые я использую для бровей, вполне возможно. Хайлайтер от Бекки скорее всего закончится. Тушь скорее всего закончится. Может быть, если я сконцентрируюсь на нем, а не на основе, закончится консилер в более темном цвете, который подходит мне очень хорошо. Возможно, закончится лайнер для губ, в зависимости от того, насколько часто я его буду носить. Но, может быть. В общем, потенциал имеется. Это все на сегодня. Всем отличного дня, хорошего настроения, удачи. Держите себя в порядке и оставайтесь в безопасности. Всем пока.